Для Георгия Аробидзе это дебют юношеской Лиги ОЕФА. Это грузинский футболист, которому всего 17 лет. Он самый молодой в составе Шахтера. Вот он сейчас мячом, получает по ногам, очень техничный, быстрый парень, скоростной футболиста Мальмио. А вот в домашнем поединке, в матче второго тура, Мальмио обыграл мадридский Реал. Обыграл минимально. Аробидзе. Одна из его любимых фишек, это так затеряться, остаться незаметным и наказать соперника после такого. Его отсутствия ощущалось, потому что постоянно партнеры такое чувство, что искали именно его. Аробидзе пробивает, у Аробидзе здесь все спокойно. Быстрее надо начать, да. Вот Аробидзе вбрасывает мяч. Хорошо работает левой ногой с мячом. И посмотрел хорошую передачу делать ганали. Просто супер. Ух, великолепно, врывается Зубков. И это еще один момент. Пробивает Зубков плохо. И добивает 1-0. Дмитрий Топалов открывает счет в этом матче. Только вот Шахтер уже, нужно ему теперь перестраиваться. И нужно возвращать вот ту уверенность и тот контроль над игровой ситуацией, который был в начале матча. Вышел с честью из этой сложной ситуации. Запускает Аробидзе. Аробидзе принимает мяч корпусом, его прикрывает и заставляет нарушить на себе правила. Все еще расставлял своих футболистов по штрафной. Аробидзе, вот что творит. Женя, вот за спину или же в недодачу. Здорово с мячом работает Аробидзе. Какий мяч. Ну, давай сейчас посмотрим, что будет делать. Опять-таки, немного резче. Грузинский мяч. Здесь не было нарушения. Чего он ждал в этом эпизоде? Непонятно, перехват. Аробидзе. Ну, очередное нарушение. Уже сколько можно выставлять ноги. Несколько игроков. 10 минут остается до окончания первого тайма. 2-1. Мальмо впереди. Сейчас вот в этой ситуации. Заиграть в основе на форварду. Он ни одного момента не реализовал. Те 14 голов, которые он забил. Обычно может выйти в опорной зоне. Но вот впервые я вижу, чтобы он играл на фланге обороны. Это позиция Ильи Путри. Более мобильного, более скоростного. Корабенко Аробидзе. Аробидзе пробить не дадут. И вновь его жестко встречает уже. Четенка солидная. Пробивает Аробидзе. Ближний угол и забивает. Нонецкий шахтер. 3-2. Вот этот жест, когда он просит хоть кого-то открыться. Это, конечно... Пихаленку надо было вперед играть сейчас, а не на зад. Ну, дайте Аробидзе. Да, Аробидзе пробивает Аробидзе. Нет. Это было Топалов. В окружении троих заигрывает Аробидзе. Аробидзе должен разбираться. Один в один сразу фол. Ну, сразу фол. Волгароманов спокойно играет. И вот делает то, что нужно делать каждый раз. Сразу же находить. А полузащитник Аробидзе набирает скорость. Перед ним есть пространство. Аробидзе может все сделать сам. Поддержка от партнеров идет отличная. Но оставляет Борячуку Аробидзе. Но пытается растянуть оборону шведов. Пробивает! И какой гол! А вот это, друзья мои, Аробидзе. Вот это то, чего мы ждали, нагнетали. Как же хочется какой-то стабильности и спокойствия от наших защитников. Нападение сегодня делает все возможное. Создает моменты, уже начали еще в роли догоняющих. Прессинг Аробидзе. Еще раз повтор будет такого же удара. На этот раз не стал. Азубков, кстати, мог пробить, но отдает Борячуку. Но почему же так долго? Но главная результати на 4-4. Все-таки вот эта вот тройка два наших опорных этапалов. Три игрока. Аробидзе переводит. Начали выпадать. Это очень важно сейчас при атакующих действиях. Аробидзе. Аробидзе не дают пробить. Ведь он открывается и бьет. Еще один супер выстрел. Не туда уходили атакующие хаубэки. Такой песенниш. Да, нужно в определенную зону. Да, куда хочет Юлия Синицкая. Зубкова. Обыгрался Аробидзе. Запускает Зубкова. Хорошие передачи. Мягкие такие. Теперь Аробидзе отдать. Он с левой ноги дает. Он ждет. Он ждет эту передачу. Он качает Стояновича. Потрясающий, конечно, зребый. С пределов площадки. Но Горняки себе мяч возвращает Аробидзе. Аробидзе финти. Аробидзе через Борячука. Получает передачу в ответ. Аробидзе отдавал в направлении Зубкова. Я бы сегодняшний матч назвал, вы знаете как? Я бы назвал сегодняшний матч Мальмя против Аробидзе. Или Аробидзе против Мальмя. Аробидзе в ближний угол. Очень похоже было на предыдущий эпизод, когда все прошло у нас. Сейчас некому было добить. Аробидзе успевает подчищать. Резанный удар. Ух, едва не прошла эта подача. Аробидзе, Карабенко бьет. И один остается. Пихоленок расстреливает ворота. 5-5. Намного времени было у шведского защитника в этой ситуации. Признала наша команда Аробидзе. Даже уже игру ведут через него. Хочется просто помолчать и посмотреть, что будет. Действия Аробидзе комментировать только в завершающей фазе можно. Знаете, можно только радоваться тому, что все-таки время от времени появляются такие мальчишки. Еще раз повторяю, качества очень много у этого игрока. Я считаю, что это находка для нашего футбола в целом. И находка для шахтера. И кто этого игрока обнаружил, кто этого игрока... Такой удар я. Очень хороший глаз у того, кто этого игрока увидел и настоял на том, чтобы пригласили в клуб.